А сегодня мы посмотрим местные окрестности города Сочи, посетим различные достопримечательности и отправимся в увлекательные экскурсии. Полетели? Хай, ребята! С вами Супергетчик, и сейчас я покажу вам путешествие по городу Сочи. И первым делом мы идем в парк Ривьера. Конечно, парк Ривьера — это оживленное место. Этим здесь пользуются продавцы сувениров. Прям много всяких палем и других растений. В каждом уголке парка можно найти какую-нибудь статую, что-то похожее на историческую личность, необычную природу и еще что-нибудь. В парке Ривьера будет интересно как и детям, так и взрослым. В этом месте находится большой сочинский дельфинарий. Мы проходили мимо лодочек, и мой братишка решил меня покатать на розовом фламинго. И тут к нам подходит и рекомендует пойти в океанариум. Внутри океанариума привлекательный интерьер. Аквариумы внутри выполнены в стиле океанского дна. Никого там только нет. И морские клоуны, и всякие мурены, тунцы. Даже акулы есть. Стоимость билета в океанариум составляет 600 рублей. А подробнее о других ценах в Сочи я уже рассказал вам в прошлом видео. Рекомендую посмотреть. При покупке билета можно уточнить, когда сюда придет экскурсовод и проведет очень интересную экскурсию. Кстати, она нам понравилась. Кроме того, экскурсовод может покормить рыб. Экскурсовод нам рассказал интересный факт. Оказывается, размер рыбы очень сильно зависит от размеров места обитания. То есть в аквариуме она чувствует, что воды мало, поэтому растет маленькой. А еще здесь есть открытые аквариумы. Рыбы живут здесь как в настоящем море, потому что здесь растут настоящие коробки рыбы. В океанариуме есть не только рыбы, но и черепахи. Правда, они плохо пахли. А приятным бонусом к экскурсии нам дали монету 25 рублей за каждый билет в океанариум. А еще в парке есть сад Розари. Там, где много цветов и всяких роз. Но он был закрыт к нашему приходу. Видимо, его обновляли и реставрировали. Мы находимся сейчас в середине парка. А вот здесь туристы трогают монетки. Говорят, что это богатство. Здесь находятся дольмены, каменные сооружения. Они обладают свойственной энергетикой, которая придает силы и исполняет желания. Вот идут дети с оранжевыми галстуками. Мы обещали прокатать братишку на машинках. За один небольшой круг здесь берут 250 рублей. Это, конечно, очень мало времени. Например, в Сочи парке можно за 300 рублей покатать ребенку на 15 минут. Даже вечером жизнь в этом парке кипит. Вечерами здесь даже устраивают концерты. Парк Ривьера стоит того, чтобы запланировать и провести здесь один день отдыха. И здесь я поправлюсь. Не один, а даже целых 5 или 6 дней отдыха. Если вы думаете, куда можно пойти вместе со семьей, смело идите сюда. Вот такой он парк Ривьера. А на следующий день мы собираемся в Дендрарий. В Сочи есть ботанический сад Дендрарий. Он находится на курортном проспекте. И добраться к нему можно на автобусе. Мы остановились возле Большого Сочинского цирка. Здесь находится канатная дорога, по которой можно перебраться через дорогу. Входной билет в парк Дендрарий и проезд по канату стоят 700 рублей для взрослого и 400 рублей для ребенка. Такой очереди, конечно, мы не ожидали. И хоть и очередь была просто немеренно большая, ожидание было недолгим. Заходим. Можно сказать, воздушный автобус. Начинаем движение. Поехали! А пока мы поднимаемся наверх, в центр Дендрария, можно посмотреть по сторонам и увидеть часть города Сочи. Отсюда хорошо видно море. Можешь подальше встать, чтобы тебе привезли. Вот мы и прибыли. Мы были на высоте птичьего полета, можно сказать. Мы идем на смотровую площадку, откуда хорошо виден весь город. Честно говоря, мне начинают ноги подкашивать. Срочно стараться. Как думаете, сколько от всего телефонов уронили? Здесь открывается прекрасный вид. Облака находятся прям почти что на горах. Интересно, и почему такое голубое море назвали черным? Четыре человека, мы где-то. Добрый день. Билетики мы сохраняем, верхняя и нижняя часть парка. Пожалуйста. Спасибо большое. Оказалось, билеты надо было сохранять, потому что они будут нужны во второй части парка. По этой дороге мы только что туда попали. И опять мы совершили известную туристическую ошибку. Мы забыли изучить карту. Теперь мы будем идти, куда глаза глядят. Однако карту можно купить, если потребуется. Я даже не знаю, с чем можно сравнить размер этого парка, но он реально большой. Даже потратив здесь около шести часов, мы уверены, что что-то мы точно пропустили. Мы были уверены, что ботанический сад будет состоять из парников и теплиц. А сейчас мы видим обычный парк с необычными растениями и деревьями. Мы ходили то в одну сторону, то в другую. Пока в конце концов не дошли до карты. Фух, карту здесь можно посмотреть. Определиться, куда мы пойдем в первую очередь, было трудно. Надо было пойти с экскурсоводом. Так будет более понятно, что происходит вообще. Вдруг мы натыкаемся на аллею мэров. Это аллея мэров. Здесь посажены пальмы, и на каждой пальме подписано, кто эту пальму посадил, какой мэр города и какой страны. Судя по знакам, надо направляться в ту сторону. Редкие растения привезены сюда, с разных уголков планеты. Это съедобно, нет? Дандрарий, на самом деле, это просто один огромный лес. Тут кругом какие-то деревья. Например, это не дерево, это бамбук. Хоть у нас с собой была фотография карты, мы двигаемся хаотично. Ну что ж, пойдем направо. Мест для фотосессии в этом парке огромное количество. Мы видим как минимум два фонтана, три-четыре прудика и не только. Японский садик, здесь можно помедитировать и отдохнуть. Недалеко замечаем пруд, в котором, кажется, кто-то обитает. А от этих черепах уже не так сильно пахнет. Вот, мне кажется, тут лягушки есть. Лягушки, точно, я вон там видела одну. Смотрите, лягушка. Вот, две лягушки здесь, третья вот здесь лягушка. Здесь везде открываются красивые пейзажи. Я думаю, сюда стоит просто приехать и наслаждаться красотой. Через видео такую красоту передать не получится. Кроме лягушек и черепах, здесь живут павлины, которые свободно передвигаются по всему парку. И вот мы держимся от них на расстоянии, однако решаем подойти. Но павлины тут добрые, бояться не стоит. Смешно смотреть, как голодный страус выпрашивает еду. А что я ему дам кушать? Мы решаем отойти от него, но он преследует нас. Но потом все-таки находит, что можно поесть. О, а что происходит в попугайнике? Попугаи Ара так сильно шумят, это просто ужас какой-то. В попугайнике есть милая пара волнистых попугаев, друзья попугаи Кореллы, и, видимо, их дальние родственники, и другие виды попугаев. Стоимость пола в попугайниках составляет 100 рублей, для взрослых 50 рублей, для детей. Мы слышим и сразу понимаем, почему этих птиц зовут Ара. Но если эти два красных огромных попугая, которых специально рассадили, начнут орать друг на друга, о-о-о, берегите уши. То, как они кричат, это просто ужас. Эти попугаи очень неловкие. Интересно посмотреть, как они балуются. Смотри, 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 смотри. Это попугай. У попугаев Ара или Арара очень мощный клюв. Даже пальцы страшно ссывать. Чуть не клюнул. Ара. Ара, садись. Амир, садись. Укусит? Ну, да. Злой он. Как собачка. Смотри, совсем маленькие птички. Милкие-милкие. А сейчас, после этого невероятно громкого попугайника, нужно насладиться тишиной. Дендрарий хорош тем, что здесь можно отдохнуть от суеты города. Правда, у нас там в заднем плане косят траву. Поэтому отдохнуть особо не очень получается. Сейчас мы идем в центр Дендрария. Эта лестница очень крутая, и поэтому здесь запрещено спускаться, когда здесь снег, гололед, либо дождь. Но на улице жара, и спустя время очень хочется пить. Мы ходили очень много. В этом сочинском национальном парке находится не одна торговая лавка. А в местных магазинчиках все по очень высокой цене. Но желание исследовать побеждает желание попить. Ведь каждый уголок парка отличается своей растительностью. Хочется увидеть все и сразу. Но такого в России больше нигде точно нельзя увидеть. Это воздушные корни болотного кипариса. Благодаря им дерево дышит, находясь в воде. Кроме того, здесь находится дом-музей. Вилла Надежды основана Сергеем Николаевичем Худяковым, русским драматургом. В 1899 году. В качестве подарка для своей жены Надежды Алексеевны. Вокруг этого строения Худяков и посадил прекрасный сад. Стоимость можно узнать? 200 рублей. 200 рублей, да? 100 детских, да. 100 детских. До 14 100, а после 14 200. Спасибо. Спасибо. Дондрария. Отличная архитектура. Вот красивая беседка. Складывается такое ощущение, как будто находишься в Древней Греции. И мы только что, похоже, обошли почти все в верхней части парка. Поэтому спускаемся вниз. Прямо почти у выхода парка есть подземный переход с небольшой и красивой галереей. Парк состоит из двух частей. Сейчас мы находимся на нижней части парка. Здесь все более заросшие. Больше зарослей, кустов, деревьев. И это место уже напоминает не ботанический сад, а настоящий тропический лес. В нижней части парка можно встретить различных животных и птиц. Он взял и заснулся. Он тебя помню не хочет. Пеликан. 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 И здесь тоже не один прудик, а есть Малый Ручей и река Гнилушка. А что Бартик? Ой, а какие тут милые еноты. Они похожи на кошек, но более любопытные. Не бойся меня. Он же красивый Марсик. Смотри, он с нас хочет познакомиться с ним. Привет, привет. Привет, привет. Я Марсик. А ты кто? А подходить близко к шипастому дикобразу мы не решились. Да и он тоже побаивался нас. Он отошел от сетки и сейчас просто спокойно пьет воду. Пьет и пьет. Сколько можно пить? Дикобраз. Хотя, скорее, ему на нас наплевать. И он нас даже не замечает. Просто сидит и пьет водичку уже на протяжении пару минут. Сколько можно пить? Сколько можно пить? Я бы уже... Лопнул. Я бы уже... Эй! А веселые приключения Барсика и моего братишки тоже скоро появятся на канале. Барсик подружился с кроликом. А еще есть приключения Барсика в Турции. Рекомендую вам посмотреть. Ссылки в описании. Перед посещением Дендрали советую вам поесть хорошенько, взять с собой воды и освободить память на телефоне для крутейших фотографий. А теперь мы можем пойти в столовую, посмотреть цены и покушать в том числе. Как вы помните, видео с полезной информацией для туристов я уже снял. Если хотите хорошо отдохнуть с минимальными затратами, то вы можете посмотреть это видео. А сейчас мы совершим прогулку по ночному городу Сочи. Одно из самых посещаемых мест Сочи – это набережная. И прямо сейчас мы туда и направляемся. Мы решили прогуляться по надбережной и встретили морской порт Сочи. Отсюда можно попасть в Новороссийск и в Трабзон, в Турцию. Морской порт постоянно забит яхтами. Здесь везде все светится, играет музыка. И постоянно кто-нибудь приглашает прокататься на одном из катеров. По желанию можно прокататься на яхте и съездить на рыбалку. Но такая рыбалка обойдется вам не дешево. Примерно 17 тысяч за пару часов. Мы первый раз видим такое – морской порт и ее набережная. Просто бесконечный. Магазинчики и красивые витрины, пляжи – все тянутся и тянутся. И мы хотели было дойти до конца, но здесь не видно ни конца, ни края. Эту сомнительную затею мы бросили, когда захотелось в туалет и захотелось покушать. Если с кафешками проблем здесь вообще нет, то общественные бесплатные туалеты работают примерно до 10 вечера. И потом можно отыскать только платный туалет, который, конечно, фиг найдет. Морской порт – это отличное место для ночных прогулок. Ну и как всегда в центре мамы. Одна из причин, почему мы идем сюда – это живая музыка. Для многих это необычное явление, особенно для тех, кто приехал из небольших городов. Здесь, на самых людных местах, зарабатывают уличные музыканты. Здесь мы бывали по многу раз. И каждый вечер было что-то новенькое. Медальник. Особенно свою душу вкладывал в игру барабанщик. «Алтон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Даже после того, как барабанщик завершил свое представление, толпа не могла разойтись. Выступают здесь не только музыканты-одиночки, но и музыкальные группы. И, конечно, раз здесь есть море, здесь есть и пляжи. Все до единого они отлично оборудованы, но не каждый турист хвалит этот пляж. Говорят, тут бывает иногда грязновато. Это связано с тем, что здесь много катеров и яхт, которые могут сливать отходы в воду. Да, товаров тут очень много. Но эта набережная настолько посещаема, что цены здесь в разы больше, чем в других магазинах. Поток людей увеличивается здесь к вечеру. Так красиво! Ужас! А для того, чтобы посмотреть на лучи заходящего солнца, на вечерний закат, это место является одним из самых наилучших во всем Сочи. Мы понимаем, что кроме достопримечательностей в городе, есть много разных экскурсий за городом. И поэтому мы посмотрели, куда можно направиться. Сейчас мы едем на Воронцовские пещеры. На Воронцовские пещеры, да. Перепутали. Оказывается, очень многое зависит от экскурсовода. Начали с вами движение по Куротному проспекту, под нами мост. Водитель автобуса представился как дядя Алик. Нам очень повезло с ним, он постоянно что-то рассказывал и что-то показывал. Река Сочи. И спускаемся с вами в центр города Платановая аллея перед нами. В 30-е годы реку Сочи взяли в берега, в период коммунистического строительства. И вот освободившиеся территории пошли под застройки. А помните машину Волгу из фильма «Бриллиантовая рука»? Дядя Алик специально проехал мимо нее, чтобы мы увидели эту машину. Даже номера те же, что и в фильме. Вот этот панель. Открыл в 1978 году еще. Вот два года до Олимпиады. И все движение по Черноморскому побережью, а через этот тоннель. Двухстороннее движение было. И потом уже за 8 лет до зимы Олимпиады построили второй тоннель. Достаточно было одного тоннеля, чтобы мы быстро здесь переезжали. Транспорт побывал мало. Город наш практически в 4 раза выросло население по перестроечным грядам. И вот мы заезжаем на горный серпантин. Кроме того, что дядя Алик – это отличный экскурсовод, так он еще и водит очень профессионально. Здесь буквально один метр и уже огромный обрыв. А чтобы избежать аварийных ситуаций, перед каждым поворотом дядя Алик сигналил. На древнем тракте Великий Шелковый Путь проходил здесь. По Византийской империи, Третьей Азии. Но также и здесь перегружались на вьючных животных. Востребованность была в то время тоже. Великий Шелковый Путь. Китай, Европа. Напротив хвосты, на старой карте, нанесена повозка с вьючных животных в направлении на Китай. Даже сейчас, если в интернете наберете, вы, может быть, это появится. Древний Шелковый Путь. Здесь у нас Чертовы Ворота, так называемые пикниковые зоны. Дальше Новолещинское ущелье. Интересные места для отдыха на реке, где можно проплыть в расщиренном, где я уже искал. И рядом с вами будет плавать мелкая рыбешка. Красивое место. Банька на дровах. Прямо в банях прохладного вода. Это у нас памятники погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Во всем нашим сочинским боевам такие места. Когда Россия пришла сюда, на эти берега, воевала здесь долгие годы, 49 лет продолжалось, состояние войны было, 49 лет. 1815-го, 1864-й год. Морганская война продолжалась. Турки ушли. Был подписан Адрианопольский мирный договор в 1829-м году. 28-29 война, по окончанию войны, был подписан Адрианопольский мирный договор. По которому земли от Усть-Ренин-Кубани до Батуми перешли в состав Российской империи. И война была продолжена еще. Мы едем по серпантину уже довольно долго, и некоторых в салоне начинает укачивать, в том числе и меня, потому что здесь очень крутые повороты. И тогда дядя Арик решает остановиться. Мы находимся на чайной плантации. Просто уму непостижимо, сколько тут чая растет. Пользуясь возможностью, дядя Арик собирает чай и показывает нам, как это делать. Три листочка, которые вот чуть-чуть под цветом молодого, да, вот так, раз. Вот это самый лучший чай будет, высочайшего качества. Если нежный листочек, сейчас много дождей, если нежный листочек четвертый, можно и четвертый собрать. Вот так собираете. Кто хочет сегодня приготовить чай, кто-то может за мной повторять это. На несколько чашек чая приготовить себе. И попьете ручьмой чай. В Сочи настолько жарко, что я пошел на гениальный ход. Все, голову печет. Да, голову печет. А потом бежать будем, да? Потом будем убегать от соли. Ну а пока мы собираем чай, мама успела отвезти братишку в тенечек около магазина, чтобы он развеялся. Еще до начала поездки он случайно упал и разбил коленки. И вот они стоят там, и оттуда выходит продавец. И он предлагает первую помощь, предоставив стерильные салфетки и антисептический раствор. Мы были очень тронуты его заботой, так как в наше время не часто встретишь людей с добрым сердцем. Его зовут Альберт, и он работает в Хоста Чай. Просто знайте, что мир не без добрых людей. Спасибо ему. И вот мы снова продолжаем путь. И чем дальше мы находились от города, тем больше окрестностей походили на села и деревни. И этого я вообще не ожидал. По дороге дядя Алек заезжает к своему знакомому, который продает варенье, пастилу, сухофрукты, пряности, мед, чай, а также напитки. И большинство из этого он выращивает и делает сам, а другая часть привезена сюда из Краснодарского края. По пути в Воронцовские пещеры можно продегустировать различные напитки. Пожалуйста, можете встать, подняться, подойти, посмотреть. Сейчас проведем дегустацию. Вы попробуете мои домашние напитки. Все это мы сейчас будем пробовать. В конце дегустации, если вам что-то понравится, то можете купить. Пожалуйста, присаживайте за столиками, и сейчас начнем дегустацию. Смесь этого. Как лимонад, короче, шипит, да? И как немножко кислотивного грата вообще такое. Мы прикупили там бутылку домашнего лимонада, сделанного с медом, на дорогу. И немного чая. И уже скоро мы доехали до Воронцовских пещер. Поскольку мы заплатили за весь тур, то мы сразу проходим мимо кассы. Недалеко от Воронцовских пещер есть кафе, ресторан, где можно посмотреть, как готовится пища. И покушать в том числе. В ресторане «Тандыр» мы заказали блюдо. Эти блюда будут готовы по возвращению с Воронцовских пещер. Еду здесь готовят в тандыре, в специальной печи. Особый аромат мяса пища получается сочетанием дымодров. Мы его сначала растапливаем от хой, нагоняем температуру, а потом уже туда добавляем какие-нибудь фруктовые деревья и обязательно виноградную лазу. И вот сочетание дымодров, особенно мясо, получается необычное. Печерский наконечен. Ну часа два еще будете гулять. Я думаю, объедет нагоните. Вот можете ознакомиться с меню заказать. В обратном пути будет все готово, вы покушаете. Получается, можно заказать заранее несколько блюд. И когда вы вернетесь из пещеры, можно будет быстренько перекусить. В этом заведении необычные украшения и декорации. Специально для туристов сюда разместили различные кости и орудия труда. Хотя, кто знает, может это вовсе и неправда. Подделка какая-нибудь. Тем не менее, каждый турист очень заинтересованно рассматривал тут все. И мы отправляемся в путь. По правую сторону заброшили ореховый плантаж. Видите? Вот это орех, лещина. Как и всегда, дядя Алюк по пути много всего рассказывал. А еще он искал что-то съедобное в траве. Кстати, очень вкусно, похоже на щавель. И вот идешь, вдыхаешь воздух влажный. А кругом такие очаровательные виды просто за душу берет. Это панорама Гагрского хребта. И на горизонте хребет Гагра. Гагринский хребет. В основании той горы, у моря, находится город Гагра. Черное море просматривается. Позади нас склон к горы Большой Ахум. И в этом направлении примерно Агри находится Олимпийский парк. Да, и вот гора первая, вот вторая, чуть-чуть дымки. Вот здесь прямо перед нами проходит дорога на Красный Полян. За первой горой дорога на Красный Полян. А Гагра за какой горой? Рекам дым-то течет. А Гагра в основании вон той, да, в дальней горы. В основании той горы. В дымке, да? Которая дымка. Которая переходит потом в хребет Арабика. На картах так и называют. Да, есть Кофе Арабика. А здесь хребет Арабика, который является отрогом главного кавказского хребта. Слышали, да, старообрядцы такие? Нет. Подвергались они гонениям православной веры. Крестили с двумя перстами. А, старообрядцы? Старообрядцы, да. И вот спустя тысячу подъемов и спусков мы пришли на конец. Здравствуйте. Группа с дядя Аликом прибыла. Это небольшая площадка для ожидания экскурсовода по пещерам. Чтобы не мешать друг другу, группы туристов отправляют по очереди. А пока нам предлагают умыться или попить водичку с этого родника. Массажистику, попить водички, самый верхний контакт, вода. Умыться, искупаться, подготовиться к воду в пещеру. Ну а где же сама пещера? А вот она, величественная, огромная и загадочная. Даже не верится. Настоящий тропический лес. Тут все есть, и деревья, и лианы, и вода, и даже пещера. Такое ощущение, что попал в фильм Аватар. Если бы не эти корни, ходить здесь было бы не так просто. Я даже не знал, что они такими длинными и большими могут быть. Это ладно, так а еще они же на поверхности земли. Если вы тоже в шоке, ставьте лайк. А если бы мне кто-нибудь сказал, так я бы не поверил. Корни остаются корнями, а мы начинаем погружение в пещеру. Хорошо то, что мама запаслась кучей одежд. Мы надели все то, что у нас было, и даже сумки напялили, чтобы теплее было. Но не хватило одежды только папе. Скорее мы так замерзли, что нам пришлось его раздеть. А с этого ракурса пещера выглядит еще лучше. Прям как сказки. А вот и сам вход в пещеру. А этот парень, экскурсовод, именно по пещерам. Этот малый круг протяженностью всего лишь 600 метров. Оборудованная часть Воронцовской системы. Мы сейчас находимся с вами у главного грота Воронцовской пещеры. Она получила такое название из-за имения села Воронцовка. Ближайшее село. Посетим мы сегодня с вами два грота и три зала. Грот, в котором мы сейчас с вами непосредственно находимся, получил свое название Прометей. Протяженностью его 120 метров. И этот грот считается самым молодым на Кавказе. Ну, в этой же пещере. Этому гроту насчитывается один миллион лет. С момента, как он вот так открылся, обрушился и сформировался. Это также белый камень, который будет нас окружать буквально по всему маршруту. Что на стенах, за перилами, также под ногами. Это все известняк. Известняк это уже органическая, океаническая, осадочная порода. И насчитывается больше миллиона лет. Пещера это карского происхождения. Сейчас меняется здесь в пещере только влажность. В летний период здесь влажность внутри достигает практически 100%. И да, действительно, здесь было настолько влажно, что все камни были покрыты водой. Что-то капало сверху постоянно. Никто об этом никогда не говорил. И оказывается, сюда нужно брать хорошую обувь, с которой можно ходить по мокрой поверхности. Особенно скользкой. Не скользко. В этой пещере стопроцентная влажность. Поэтому кругом и скользко под ногами. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Не было бы подсветки, здесь было бы ничего не видно. А тут такая вот красота. Это же еще нужно там лазить по пещерам, а не по тропинке, чтобы эти подсветки ставить. Когда мы только еле как догнали этого экскурсовода, он опять начинает убегать. Просто подожду. Ему не привыкать здесь скакать по камням и по слякоти. Он каждый день везет несколько экскурсий. Представляете? Ну а мы, будучи впервые здесь, должны умудряться скакать вслед за ним. Гид нам рассказывает, что здесь во время половодия вся пещера бывает затоплена водой. То есть пещера целиком превращается в реку. Вода под ногами. А вот этот мостик, по которому мы идем, вообще весь покрыт лужами. Под ногами вода. Что снизу, что сверху, как будто из ведра облита. Из-за этого здесь постоянно капает вода с растворенным кальцием в ней. И получаются сталагмиты, сталактиты и прочие соединения. Всякие подсвеченные проходы и ущелья выглядят таинственными и как будто с какого-то фильма. Экскурсовод показывает нам и одновременно подсвечивает то, о чем он говорит, чтобы было лучше видно. Это система лабиринтовая. Она уходит строго на север, 8,5 километров. В Воронцовских пещерах можно сделать необычные и очень редкие кадры. Но семейные фотографии тут как-то странно получаются. Сейчас мы находимся в музыкальном или эстрадном зале. Здесь есть орган. Это такое образование, по случаям, по которым можно услышать разные ноты. Всякие натечечные образования здесь названы в честь того, на что они похожи. Например, вот сталактит птица. И да, не бойтесь, эта пещера очень просторная. А мой братишка, пока посещал эту пещеру, оставил здесь небольшой секретик. Это вы увидите в его ролике. Я сейчас закопаю вот эту игрушку. И вот гид нам рассказывает про висевшую на ниточке кость. Якобы это кость человеческая. И если мы не оплатим билеты за выход из пещеры, нас ждет такая же участь. Ну, конечно, он пошутил и все посмеялись. И на самом деле это кость пещерного медведя, который раньше здесь обитал. И в той стране таких костей очень много. Ученые даже не могут объяснить, почему так происходит. Эти кости прекрасно сохранились, потому что условия пещеры, низкая кислотность среды, низкая и стабильная температура, отсутствие бактерий и прочее, позволяли им спокойно лежать здесь несколько сотен лет. Но если эти кости лежали бы снаружи, то их никто бы не увидел. Они бы разложились за короткое для археологов время. Гранцовские пещеры имеют форму лабиринта, потому что здесь очень много разных ходов, выходов. И вообще, наверное, эта пещера до конца не изучена, я думаю. Все-таки эти подсветки очень интересные. Обычную пещеру превращают в что-то реально прикольное. Наконец-то мы дошли до выхода. Эта экскурсия длилась около часа или полчаса. Но то, как течет время в пещере, не замечаешь. Экскурсовод нам показывал различные залы. Объяснял, какие-то здесь находки совершали учебные. И сказал, что здесь действительно жире люди. Правда, не совсем здесь, а немного повыше, около входа. Сейчас мы туда и направляемся. Хоть в этой пещере и полный холод, здесь вам придется конкретно попотеть. Если вы, конечно, не будете лезть куда не надо и возьмете нормальную обувь, то такого не будет. Движемся прямо к выходу. Скорее. Кажется, мы видим свет в конце туннеля. Быстрее туда. Главное здесь не споткнуться, а то опять придется забираться. Здесь становится намного теплее. Ого, тепло. Здесь, судя по всему, жили раньше древние люди. И, похоже, продолжать жить. И сейчас. Вещи собирает. Куда полез? Давай, держи. Придяйте. Лишь, прыгайтесь этим. Выход из пещеры тоже по-своему красив, и мы сделали кучу фотографий. Гид говорил, что пещера это карстовое происхождение, а это означает, что она появилась под воздействием воды. Грубо говоря, вода вымыла всякие растворимые соли. И появилась пещера. А вот и вся наша съемочная группа. Выходя из пещеры, мы что-то явно специально сфоткали, но что это, понять мы не смогли. Если кто-то смог разобрать, что здесь написано, напишите об этом в комментариях. Пусть все знают. И здесь, на выходе из пещеры, нам надо было поторопиться, чтобы прийти и спокойно поесть. Но наше путешествие не обошлось без небольшой ложки дегтя. Еще когда мы только приехали и заказывали еду в этом кафе, две сварливые тетеньки, которые ездили вместе с нами, они поняли, что могут опоздать к ужину в своем отеле. И постоянно об этом ругались, не давая покоя ни нам, ни дяде Алику. Знаете, я тут даже процитирую слова дяди Алика. Он сказал, что если вы хотите что-то посетить, то рассчитывайте потратить на это весь день. На самом деле оно действительно так. Мы за день не успевали сходить в сразу несколько мест. Не знаю, почему так это происходит, но это так. Ну а тем временем еда уже была готова. Перекус туристочек. Рыба без говядины. Картофель без говядины. Овищи запеченные без говядины. Лаваш тонкий армянский без говядины. Чанахи в горшочке. То ли с баранины, то ли с говядиной. Перекус нам обошелся 1650 рублей на 4 человека. Было вкусно. И мы поехали обратно в Сочи. Дядю Алика торопили, и поэтому он решил не останавливаться на чайной фабрике, где можно было бы продегустировать и попробовать разные чаи. Но хоть настроение и было чуть подпорчено, дядя Алик все-таки продолжал рассказывать интересные истории. О том, как он участвовал в Олимпиаде, был тяжелоатлетом. Как проходит здесь морская рыбалка. И какие виды рыб живут в море. Рассказал про небольших акул. Любой с Черным морем он вспомнил историю Великой Отечественной войны. Говорят, что в те времена крови для раненых солдат не хватало, и тогда использовали обычную морскую воду в качестве кровезаменителя. Так как по составу она практически идентична человеческой крови. Дядя Алик говорил даже про дачу Сталина, которая особенно популярна среди китайцев, поскольку они придерживаются коммунизма. Ну а на этом наша поездка в Воронцовские пещеры подходит к концу. Мы поблагодарили дядю Алика за эту великолепную экскурсию. И очень вам рекомендую при поездке взять экскурсию именно дяди Алика. Несколько дней мы по утрам ходили к морю, а по вечерам гуляли по ночному Сочи. Но в один вечер мы решили поехать в Олимпийский Сочи парк, который находится в Адлере. Мы поехали на автовокзал, где есть много маршрутных автобусов. Но автобусы там непростые, у них водители такие, что все время завлекают, говорят, что да, и мы туда поедем, и сюда поедем, лишь бы давайте высадитесь и поехали уже. Получается, они на этом зарабатывают деньги, а мы можем попасть фиг знает куда. Поэтому мы там у каждого спрашивали, сто раз перепроверяли, на том ли автобусе мы едем. Но вот короткий 40-минутный путь из Сочи в Адлер оказался продолжительностью 2 часа. А все из-за пробок. Но попасть в Сочи парк мы смогли уже, только поздним вечером. Мы хотели в первую очередь посмотреть на поющие фонтаны, пошли в ту сторону, наконец-то увидели и услышали эти фонтаны. И тут нам говорят, это была завершающая композиция. Спасибо всем за внимание. Было и грустно, и обидно, и весело одновременно. Тут, конечно, было много других веселых и интересных мест. Но мы сюда поехали только ради этих фонтанов. Ну, теперь, когда мы уже окончательно опоздали, мы могли фоткаться столько, сколько хотим. И братишку прокатали, и прогулялись хорошенько. Но это дела, так скажем, обычных туристов. А мы же люди необычные. Идем мы, значит, всей семьей, и пытаемся зайти в Олимпийский Сочи парк. В темноте ничего не видать, потому что мы не с той стороны остановились. И наступаю я в лужу какую-то. Что было в этой луже, мы решительно не знали, но воняла эта лужа конкретно. И теперь воняли не только лужи, но и моя обувь. Если сказать честно, этот запах был похож на запах деревенского силоса, протухшей кукурузы, гнилого, скажем так, туалета деревенского и прочего, прочего, прочего. Пришлось как-то выходить из ситуации. Мы нашли туалет, где благополучно помыли кроссовки. И воняли здесь не только кроссовки, но и весь общественный туалет после такого. И знаете ведь, это не первый раз мы в лужу наступаем. Мой братишка, когда залез куда-то в чащу в парке Ривера, тоже наступил на какую-то лужу. Она, правда, воняла уже по-другому. Одну проблему решили, прокатали братишку. Появилась проблема вторая. Нам хотелось кушать. И мы стали искать, где можно поесть. Но поскольку парк был семейным, то здесь кафешки работали только до 10, а здесь уже у нас время было попозднее намного. Голодному братишке мы дали хот-дог и отправились домой. Хотелось бы сказать, что Адлер очень сильно отличается от Сочи рельефом. Просто посмотрите, какая тут низменность. А в Сочи таких равнин нет. Там постоянно горы какие-то. Ну а больше на какие-либо экскурсии мы не отправлялись. Оставшиеся пару дней я проболел. Вероятно, от кондиционера и мокрых ног после той бешеной лужи. А мои родители и братишка побывали на тех же местах в городе Сочи. Настало время возвращаться домой. Мы собрали вещи из квартиры и отправились на аэропорт. Все, спасибо большое. Спасибо, нам очень понравился опыт. Ну, все замечательно, прекрасно. Квартира отличная. Вообще, дай бог вам, чтобы у вас были хорошие клиенты. Спасибо. Мы выехали заранее, потому что уже знали, что нас ждет там. И снова нас подвел кондиционер. По приезду мой братишка тоже разболелся. Мы попали в аэропорт. И вот после двух проверок мы добрались до внутреннего дворика. Здесь можно отдохнуть, пока самолет прилетит. Встали мы, конечно, долговато. И знаете, в Сочи вода везде платная. По сравнению с Самарой, например, там был бесплатный кулер. Зато здесь живописный пейзаж, есть на что посмотреть. Нам, конечно, было скучновато сидеть и фоткаться по просьбе мамы. Но зато можно вот такое вот видео потом составить и все на память остается. Хорошо, хоть побегать можно где-то детям. Там есть горка небольшая. Сейчас мы едем в автобусе и скоро сядем и две самолеты отправимся домой. Наконец-то. Да, наконец-то. Удачно всем путешествуем. И в этом автобусе, знаете, произошел сбой матрицы. Мы встретили нашу соседку. Вернее, человека очень похожего на нашу соседку. Прям в точь-в-точь. Ну, бывает же совпадение. С excavate. Да, спасибо. Дамы и господа, мы готовы к поставке. Процессу вас убедить, то что ремень безопасности застегнуты. Не знаю. Это связь на русском положении по блоку и капучу. Что? 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 Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...